Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, 1 декабря и, соответственно, стартовал новый Battle Pass на последний месяц этого года. Кроме того, открылось игровое событие с Винни Джонсом, которое меня, честно говоря, больше вызывает вопросов, нежели ответов. Я ожидал чего-то более интересного или, может, я не до конца разобрался. Давайте будем во всем разбираться вместе. У меня, честно говоря, двоякое отношение к этому событию и почему, объясню буквально через пару секунд. Что касается нашего Battle Pass, то, в принципе, все ожидаемо, все как и всегда. Здесь есть осколки Фортиума, есть голда, есть сейфы, есть А32 на первом уровне. Если вы задонатите и купите себе особый пропуск, то получите А32 в коллекцию. Если А32 у вас уже есть, то за эту машину вы получите себе компенсацию. Сейчас покажу. Вот, пожалуйста, компенсация 500 голды. Короче говоря, ребят, я бы сказал так. Все как обычно. Ничего интересного, ничего удивительного. Я имею в виду, из ряда вон выходящего здесь абсолютно нет. Что касается того, что положили здесь на 30 уровне, то, как мы, в принципе, все и ожидали, это Камо на Тигра 2. И выглядит он вот таким вот новогодним образом. Честно говоря, мне как-то не очень. Если бы хотя бы вот этих гирлянд здесь не было, ну тогда было бы как-то поинтереснее. А с другой стороны, не было бы новогодней тематики. Короче, опять-таки, двоякое отношение. У меня сейчас на Тигре одет вот этот Камо. Сейчас сниму, ребят, и покажу. Меня одет вот этот Камо на Тигрике. Он тоже является, можно сказать, легендарным для этой тачки. И, честно говоря, мне как-то нравится даже больше. Потому что, по большому счету, это историчность, это аутентичность. Ну, короче говоря, что-то приближающее нашу игру, и в частности, Тигра 2, к реальной машине реальных боевых действий. Ну, а здесь, ребят, там такая себе веселуха. Но, по крайней мере, соглашусь с теми ребятами, которые очень часто в отношении внешнего вида какой-то машины говорят, слава богу, хотя бы не так, как было с Рудольфом. Ну, здесь не могу не согласиться. Рудольф действительно, наверное, побил все возможные рекорды по глупости своего внешнего вида. Ну, и, короче говоря, все, как обычно, аж до самого конца. Ну, а в самом конце, самое интересное, это контейнеры, которые можете открыть вместе с теми ребятами, которые задонатят и купят особый пропуск. А именно, как обычно, в Фейс-1 неизменная легенда данного контейнера. Ну, и положили сюда довольно-таки неплохие машины. Проджету 46-ю, АМХ АМ4 49, есть Игл 7-й. Также можно по частям попытаться дособирать ту же самую Проджету, можно попытаться побороться за Фрости, можно попытаться достать себе АМХ Макс, можно попытаться выбить себе Криуса, хотя я в этом сомневаюсь, хотя кто его знает, мало ли, может, у кого-то из вас части на него есть. Есть великолепный Рудольф, о котором я говорил, и бог вас обведи стороной от этой машины. Есть АМХ М4 и АМЛ 49, ну и напоследок Игл 7. Короче говоря, все, в принципе, как обычно. Сами машины в этом контейнере довольно-таки интересные и годные. Что касается Рудольфа, то в защиту Рудольфа могу сказать следующее. Тачка интересна чем? Интересна тем, что на ней действительно очень просто брать знаки классности для боев, в которых необходимо играть на танках Соединенных Штатов. Здесь действительно вообще никаких проблем не будет, потому что заезжая на этом оленье, мало того, что вы всей команде говорите о том, что вы олень, так еще и, в принципе, сделаете буквально несколько удачных выстрелов, ну и, соответственно, знак классности у вас в кармане, потому что на Рудольфе реально никто не играет. Что касается нашего Винни Джонса, у меня очень большой вопрос в отношении прохождения данного ивента. Я, в принципе, собирался похвастаться тем, что сейчас расскажу вам, как его пройти, но реально просто обалдел. Давайте будем считать вместе. Значит, здесь написано русским по белому. Ну, получай за победы, соответственно, перчатки золотые, и у вас осталось 5 побед за этот день. Заходим в описание к данному игровому событию. Что мы здесь видим? Ну, как обычно, есть ограничения в отношении уровня техники и сколько необходимо опыта за бой собрать, для того, чтобы не было тупого захода в бой и ничего не делания со стороны игрока, здесь я согласен. Читаем. Все просто. Нужно побеждать. Играя в обычных рейтинговых боях, во временных режимах, на технике с 4 по 10 уровня, получай боксерские перчатки. За первые, ребят, 5 побед в день. Закрывай за боксерские перчатки этапы событий и получай награды. Если вдруг там вы не смогли сделать 5 побед, это не проблема, потому что на следующий день вам начислено новых потенциальных 5 побед и плюс еще добавятся недовыполненные победы предыдущего дня. Это действительно удобно, это действительно классно и позволяет вам, ну, скажем так, не каждый день выполнять по 5 побед, когда смогли, когда не смогли, потом наверстали. Вопросов нет. Вроде бы все понятно, но мне непонятно одно. Мне непонятно, как собрать за 10 отведенных дней 150 перчаток. Я, конечно, не математик, но если мы говорим с вами о том, что в день можно делать 5 побед, соответственно, брать 5 перчаток и у нас с вами 10 дней на то, чтобы пройти этот... О, господи. Ивент у нас получается, ребят, 50 перчаток. 50, не 150. Это получается что? Докупать вот это все? Ну, честно говоря, выходит дорого. Или может описание какое-то хромающее и не совсем передающую всю суть события. Но так или иначе, если мы будем смотреть на 5 уровень из 10, здесь необходимо 46 перчаток. 46, ребят, не 50. Окей, хорошо, 4 перчатки остается. И вот эту статуэтку вы можете себе получить, если сделаете 61 перчатку. Но где взять эти перчатки? Если мы говорим о том, что всего за 10 дней собрать можно 50, значит 11 придется докупить. Что такое 11 перчаток? 11 перчаток это неполные 780 голды. А 780 голды не окупают стоимость статуэтки. Кстати, вот эту статуэтку, ребят, если вы не знали, то в случае получения оной вы, как видите, можете обменять ее на 400 золота. Но я, честно говоря, не совсем понял математику. Если вы в этом разобрались лучше, или, может быть, на момент просмотра данного видео описание вот здесь изменится и будет как-то более понятно, ну тогда окей, тогда, может, и я пойму, зачем мне играть, зачем мне побеждать и что я с этого получу. По большому счету я получаю себе набор эмоций. Но набор эмоций, окей, я согласен. Это действительно прикольные реакции, которые можно будет использовать. Мне они, честно говоря, понравились. Что-то в них такое интересное есть. Да и получить их, в принципе, не проблема. Сделай 5 побед и получи себе данный наборчик. Что касается вот этих коллекционных предметов, то вы можете посмотреть, на что их можно обменять в новостной ленте самостоятельно, прикидывая постоянно по ценнику. Ну, здесь, в принципе, все очень просто. Опускаетесь вниз и смотрите, что вы можете получить. За вот эту вот гирлянду из патрона вы можете получить 3125 свободного опыта и 3750 свободного опыта за вот этот вот великолепный автомобильчик. Ну, а что касается статуэтки, то я уже сказал, что ценник на нее 400 голды, если вы будете эту статуэтку обменивать. Но опять-таки остается открытым вопрос, а как ее получить. Ребят, если ответы на вопросы у вас есть, то милости просим в комментарии. Я вам буду безумно благодарен за то, что помогли разобраться в теме. Мне, ну и другим зрителям, которые тоже пытаются понять, что с этим всем делать. Что буду делать я? Я в любом случае буду готовиться к новогодним праздникам. Я в любом случае буду готовиться к новогоднему аукциону. Я в любом случае буду готовиться к фану и веселью, который касается грядущих новогодних праздников. Чего и вам желаю. Не расстраивайтесь по мелочам. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.